Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. Две трагедии, три смерти. Полиция ВКО расследует причины и обстоятельства двух жутких аварий на трассах региона. Метился птиц, убил подростка. До трех лет лишения свободы грозит жителю Туркестанской области за причинение смерти по неосторожности. Далеко уплыли. Четверо октюбинцев стали заложниками своей беспечности. Обматерил и угрожал суицидом. Арестом до пяти суток поплатился семейный дебошир из Акмолинской области. Три человека, в том числе шестилетний ребенок, стали жертвами двух ДТП ВКО. Обе аварии произошли в один день. Полиция региона начала расследование. Назначены экспертизы. Первый инцидент с гибелью ребенка произошел на 1247-м километре трассы Омск-Майк-Обчугай в районе пересечения сел Кенсай и Жарсу. Второе ДТП, где трагедия унесла две жизни, случилось на 53-м километре трассы Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи. Несколько пассажиров получили травмы. До трех лет лишения свободы грозит жителю Туркестанской области за причинение смерти по неосторожности. Мужчина нечаянно застрелил подростка. Тот скончался на месте происшествия. Несчастный случай произошел во время отстрела птиц на винограднике в Казыгуртском районе. Целись в пернатых. Мужчина выстрелил в голову несовершеннолетнего, чем убил его. Охотничье ружье изъято. Подозреваемого жителя Сарагарского района доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются. Подозреваемого жителя Сарагарского района доставили в отдел полиции. По данному факту проводятся досудебные расследования по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан в причинении смерти по неосторожности. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. Четверо октюбинцев стали заложниками своей беспечности и едва от этого не пострадали. Избежать трагедии на воде удалось благодаря вовремя подоспевшим спасателям. Сотрудники ДЧС помогли добраться до берега трем отдыхающим на катамаране, а на обратном пути еще и уставшему пловцу. В районе одной из баз отдыха в Ак-Тубе трех человек унесло течение на катамаране, где находились два 14-летних подростка и 20-летний мужчина. Спасатели забрали их с собой, а возвращаясь, увидели мужчину, который далеко заплыл и был не в силах вернуться обратно. Все в целости и сохранности доставлены на сушу. Правила безопасности на воде. Если вы находитесь на водоеме с детьми, не оставляйте их без присмотра. Не купайтесь в запрещенных местах. Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва. Не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах. Не заходите в воду и не купайтесь в темное время суток. Не входите в воду в состояние алкогольного или наркотического опьянения. Арестом до пяти суток поплатился семейный дебошир из Акмолинской области, обматеривший супругу. После громкой ссоры мужчина попытался покончить с собой. Однако полицейские вовремя его остановили. После чего доставили в психиатрическую больницу. Инцидент произошел в Степногорске. Стражей порядка вызвали соседей шумевшей пары. К моменту их прибытия мужчина уже стоял на краю крыши четырехэтажного дома. Правоохранители тут же поднялись к нему и спустили вниз. Как позже выяснилось, несостоявшийся самоубийца был пьян и хотел таким образом напугать супругу. При этом заключили специалисты психбольницы. Суицидальных мыслей и психических расстройств у мужчины не выявлено. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 73 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан в сфере семейно-бытовых отношений. Вынесено защитное предписание. Также с мужчиной была проведена профилактическая беседа. Санкция данной статьи влечет предупреждение либо административный арест на срок до пяти суток. Часто суицидальными людьми руководят противоречивые чувства. Они испытывают безнадежность и в то же время надеются на спасение. Вовремя проявленное участие может уберечь от страшного. Вот только что делать, если самоубийство всего лишь манипуляция. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес кизикщебулем.собачка.gmail.com На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин